Комфорт, удобство и доступность дошкольных учреждений для Гусена Курбанова имеют особое значение. У жителей Самары четверо внуков, один из которых совсем скоро пойдет в детский сад. Вы представляете, сколько детей в этот садик пойдут? Тем более здесь рядом не было современный садик, очень комфортный, и демография в России. В последнее время она реально пошел рост, скажем так. По проекту дошкольные учреждения рассчитаны на 240 мест, включая Ясельный, и находятся в границах улиц Воронежская, проспект Кирова и Старозагора. В настоящее время на объекте установлены ограждающие конструкции, ведутся работы по возведению третьего этажа здания. Осуществлен монтаж модульной котельной, идет монтаж вентиляции. Уже на 4% обустроены внутренние инженерные системы отопления. В ближайшее время, как только завершаем третий этаж и ограждающие конструкции, устанавливаем окна и витражи. После того, как включим отопление первого этажа и подвала, примерно неделя прогрев, приступаем к работам по отделке. Детский сад строит по такому же проекту, по которому возводили дошкольные учреждения по нацпроекту «Демография» на Подшипниковой и Ташкентской. Они были сданы в эксплуатацию в прошлом году. Всего за 5 лет, благодаря федеральной и региональной поддержке, в Самаре построено 7 детских садов. Общее число созданных мест – более полутора тысяч. Очередность дошкольных учреждений за это время удалось снизить в 6 раз. На сегодняшний день в Самаре дети от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. Реализация нацпроекта «Демография» продолжается. Конечно, мы приближаемся уже к решению задач, которые были поставлены президентом по обеспечению всех детей дошкольным образованием. Несмотря на те морозы, которые были у нас в начале января, строители идут по графику, практически не отстали ни на один день. Место строительства детского сада в границах улиц Воронежская, проспект Кирова и Старозагора было согласовано с жителями ближайших домов. Ранее на этой площадке находились незаконно установленные постройки и гаражи. Открытие дошкольного учреждения самарцы ждут с нетерпением, ведь появятся не только дополнительные места для малышей, но и квалифицированные педагоги, которые помогут детям в социализации. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.